Областные массовые соревнования в рамках Всероссийского Дня Бега Кросснации состоялись в городе Тамбове в парке Дружба. Принять участие могли все желающие. Участники были разделены на возрастные категории, что давало возможность проявить себя каждому. Кросснация 2015 одновременно прошел в 84 регионах страны. Сильнейшие легкотлеты области и просто любители бега собрались в одном месте. Торжественная церемония открытия началась с приветственных слов. Это спортивный праздник, который, наверное, самый масштабный в Российской Федерации. Он проходит в 84 субъектах Российской Федерации. В нем принимает очень большое количество людей, которые ведут активный, здоровый образ жизни. Я уверен, что это мероприятие пройдет очень интересно, красиво и хорошо. Я желаю всем вам легкого бега, красивых побед. Всем удачи! История кросса наций имеет и наш тамбовский бег. Мы вспоминаем те годы, когда эти старты проходили в черте города. Сегодня мы получили прекрасный спортивный подарок в лице этого стадиона. И мне хотелось от имени областной федерации легкой атлетики пожелать всем спортивных успехов, а самое главное – показать свой лучший результат. Удачи, ребята! Рассказово в соревнованиях представило 45 человек, которые выступали в разных возрастных категориях. Занимаются они как в Рассказово, под руководством Андрея Анатольевича Орлова, так и в Тамбове, где тренер Михаил Михайлович Пастушенко. У нас здесь, наша команда представлена самая молодая, можно сказать так, участница соревнований – это Ксения Косарева, 2007 года рождения. И самый такой возрастной и опытный – это Руслан Ануфриев, 83 года рождения. Вот от 7 лет до 32 лет. Начались соревнования со старта самых юных участников – девочек 2004 года рождения и младшей. Рассказывать здесь представляла Ксения Косарева, самая юная участница нашей команды. Несмотря на юный возраст, участницы показали хорошее время. Привлекла к себе внимание Екатерина Королева, которая пробежала всю дистанцию вместе со своей маленькой дочерью Машей. Два дня назад ей исполнился годик. Ну, вообще идея пришла давно, как только родила дочку. Я просто занималась раньше легкой атлетикой. Я правда думала, что мы побежим не полторашку, а 400 метров. На полторашку мы были не готовы. Ну, ничего, нормально, хорошо, погода хорошая. Ой, ей все очень нравилось, особенно, когда я обгоняла. Когда прибавляла скорость, она очень сильно радовалась, хлопала в ладоши. Маленькие дети вообще молодцы. Я посмотрела, очень хорошая подготовка. Мне кажется, они чем-то занимаются, потому что выдержать полтора километра без подготовки, мне кажется, очень тяжело. Представительница Рассказова Ксения Косарева финишировала десятый. Своим результатом осталась довольна и по ходу дистанции обогнала много соперниц. Было, конечно, тяжело, но я добежала. На соревнования я первый раз попала, а так я бегала. Большие надежды возлагались тренерами на Елизавету Солущеву, которая участвовала в забеге на 1500 метров среди участниц 2002-2005 годов рождения. Дистанция для нее сложилась непросто. Шла тяжелая борьба, и на финишную прямую она вышла с одной из соперниц. Судьба золота решилась на последних метрах. Ну, о результатах еще говорить рано. Это ее вообще первый серьезный старт. Поэтому она сама не понимала, что она делает, но выполняла полностью те задачи, которые ей поставлены были в тактическом плане при беге. И она их успешно выполнила. Но пока еще сама не осознает, что она делала и как. У нее все впереди. Успешно выступили и другие Расказовские спортсмены. Ирина Полежаева вслед за кроссом в Расказово победила и в кроссе нации. Владимир Коченков в своем забеге стал вторым. А Павел Рубченко и Руслан Ануфрьев заняли второе и третье место соответственно на дистанции 5000 метров. Всего на счету Расказовцев пять медалей. Две из них высшего достоинства. Юрий Ценин, Алексей Горелкин. Новости. ТВ Расказово. Расказово. one tee. Наступimiento. Расказово. Расказово. Уже. Продолжение следует...